Казалось бы На перебой Тогда еще были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Распишитесь, пожалуйста Здесь? Да Спасибо, до свидания До свидания Я так давно не была в театре Ты знаешь, хороший спектакль Это замечательно Я сейчас чувствую, что у меня внутри Прямо все летит Ну, что ты так улыбаешься Тебе улыбаются, что ли, говорят? Да нет, все это правильно говоришь Просто сто лет не был на свидании Сейчас ощущение, как будто Мне снова пятнадцать лет И девочка, которая нравится Мне улыбнулась Я очень благодарна тебе за этот вечер Мой любимый театр Мои любимые цветы Слушай, как ты вспомнил про цветы? Я помню все Мои любимые цветы Ну, я пойду Стас, подожди Мои любимые цветы Мои любимые цветы Стас, я хотела тебе сказать, что... Я думаю, я поторопилась Ты знаешь, вечер был вчера замечательный, но... Ты не виноват Это была моя ошибка Доброе утро, смотри, что у меня есть Свежие булочки и фрукты для самой прекрасной женщины на свете Привет, я думала, что ты в ванной А, забыл воду выключить Торопился сделать сюрприз Слушай, знаешь, я что хотела тебе сказать... На улице чудесная погода Я предлагаю устроить пикник на берегу моря Ты уже была на море? На набережной была Это две большие разницы Собирайся У тебя, кажется, сообщение... А, это Елена... Спрашивает, где мы? Я тебя прекрасно понимаю... Конечно, невозможно забыть годы прожитые с Олегом... Но я ведь этого не требую... Я готов ждать столько, сколько скажешь... Позволь мне заслужить твою любовь... Разве её можно заслужить? Да... И я докажу тебе, что я лучше... Извини... Да... Я помню, что сроки поджимают... Просто мне неудобно сейчас... Нет... Здесь нужен не просто лох... А лох надёжный... Нет... Я сам всё организую... А, да... Вау... А, да... Вау... Вау... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Олег Павлович, я хотел позвонить, предупредить. Кажется, за мной следят. Есть ли со мной что-нибудь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Абонент, который именно не расположен. Оставьте сообщение после сигнала. Здрасьте. Привет. Здравствуйте. Благодарительный фонд. Вы для тех, кто поможет вам, я записаю. Привет, Анита. Ой, Олег Павлович. Здрасьте. Георгий Вадимович у себя? Да. Свяжись с ним, пожалуйста. Узнай, сможешь ли он мне уделить несколько минут. Угу. Секунду. Здрасьте. Георгий Вадимович. Вчера вечером говорил с Лешей Бобровым. Связь прервалась, не могу дозвониться. Не в курсе, как он там? Ты сядь, Олег. Спасибо, я постою. А что, что-то случилось? Алексей… Что? Погиб. Что? Как погиб? Утром позвонили из детского центра. Сказали, что его нашли в двери гостиницы. При нем не было ни денег, ни документов. Его ограбили? Его ограбили? Да. Следователь считает, что Леша стал жертвой ограбления. Правда, следствие по делу только началось. И сядь, пожалуйста, я прошу тебя, Олег. Я понимаю твои чувства. Алексей был твоим подчиненным. Неподчиненным. Другом. Да. Большая потеря. Большая. Олег, я обещаю, я расшибусь в лепешку. Но заставлю найти и наказать этих подонков. Пожалуйста. Держите меня в курсе расследования. Спасибо, что приняли. Давай вперед. Сейчас отметим наше примирение. Костя. Ну, ты уверен, что это хорошая идея? Подожди. Костя. Ну, не начинай, Таренок, а. Не начинай. Да ты не поедешь, что нас сыном укатило. Так что все в порядке. Ну, подожди, ну, подожди. Давай сначала посидим, поговорим. Ну, а что нам говорить в такой момент? Ты чего? Ну, Костя! Ну, хорошо, давай. Давай поедим. Я, кстати, тоже есть хочу. Сейчас пельмешки поставлю. Шампусик. Давай надевай. Ух ты моя сладкая. Проходи, проходи. Самая счастливая на свете семья Колпаковых не может ответить в данный момент. Говорите после сигнала. Костя, у тебя мобильный недоступен. Мы добрались, все нормально. Мама тебе привет передает. Не забудь нас в субботу встретить. Пап, с нами поговорю. Пап, привет. Ну, все, пока. Целую. Ленок, ты куда? Я там пельмени варить поставил. Домашние. Женой лепили. Тихими семейными вечерами. Да нет, Галка, сама налепила перед отъездом. Ну, ты чего? Все ж нормально было. Было, Костик. Было. Да, сплыло. Ленуль! Все. Все, Костик, вот на этот раз. Все. Олег, ты что, пьешь? Помнишь Лешку Боброву? Ну? Его убили вчера. Ой. Ужас. Слушай, а пить-то зачем? Еще и без закуски. Ты же сам говорил, завтра важный день. Тебя вызвали к серьезному клиенту. Обещали заплатить денег. И что? Как? Ты же можешь лишиться работы. А на что мы жить будем? Нам же денежки нужны. Что ж ты за человек тут такой, а? Ты о чем-нибудь еще можешь думать? Что ты все? Деньги, деньги, деньги. Ничего больше. У тебя сердце-то есть вообще или нет? Захар. Захар. Да, прости. Я не должен был. Сорвался. Это… Это ты меня прости. Я знаю, как это тяжело терять друзей. А давай я приготовлю ужин, и мы вместе с тобой помянем Алексея. Давай. Это я. Я виноват в его смерти. Олег, это бред. Ты не виноват. Тем более его ограбили. Я должен был ехать в Южанск. Потому что это меня назначили директором. А когда я ушел из фонда, решили отправить туда Алексея. Если б он не поехал, сейчас был бы жив. Давай лучше помянем твоего друга. Хорошего человека. Давай. Царствие небесное. Да. Олег, ну не вини себя. Прошу тебя. У тебя есть я, у тебя есть сын, Сереженька. Мы твоя семья. Мы тебя очень любим. Я тебя так долго ждала. Олег. 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 Стас, ну, прости меня. Ну, мы слишком долго были в отношениях. Опять Олег? Стас, послушай, я, правда, не хотела, я… А вот в это я охотно верю. Я подумал, ты по-настоящему захотела быть со мной, а ты… Просто захотела меня отблагодарить. Пойду я. Еле дождалась утра и уехала. Ты меня вообще слушаешь? Пойду я. Извини. Не знаю, что делать. После того, что случилось в квартире у Стаса, оставаться там как-то неловко. Господи, как все было просто, когда я спала на этом диване. Ну, и оставайся. Чего ты там будешь? Не, я не хочу быть третьей лишней. Это не ты третья лишняя. Это я. Ну, ты-то почему? Да Костик тот в гости пригласил. Вот я и сходила. Оказалось, такое уютное семейное гнездышко. И знаешь, что я поняла? Противно-то как. Фу. А отлично он устроился. С одной стороны крепкая любящая семья, а с другой — любовница. С квартирой. И в отличие от моего папаши, который нас бросил когда-то с мамой, Костик ничего менять не собирается. Ну, может, это и хорошо, что ты наконец-то все поняла. Чем раньше, тем лучше. Если б раньше. Господи, пять лет! На что я только надеялась. Мечтала о настоящей семье, любящем мужа, ребенке. А он мне врал. Говорил, что живет ради сына. Но теперь все. Это дело я закрыла. Так что оставайся. Вдвоем будет веселее. Ну? Добрый день. Добрый день. Вы ко мне? Нет, нет, я не по делу. Точнее, по делу хотела вас на обед пригласить. На обед? Да. Сразу скажу, отказы не принимаются. Здрасте. Здрасте. Ну, я надеюсь, ваш повар окажется на высоте? На обед покажет. Прости меня, я… Я не прав. Я завелся и наговорил глупостей. Нет, ты меня прости. Ты знаешь, я просто, наверное, еще не готова к новым отношениям. Мир. Мир. Ну, тогда перехожу к деловой части разговора. Угу. Ты помнишь, я обещал тебе найти работу? Помню. А я всегда выполняю свои обещания. Я предлагаю тебе стать директором логистической фирмы. Ты что, с ума сошел? Какой из меня директор? Потом я ничего не понимаю в логистике. И ты же сейчас уже работаешь с какой-то фирмой. Э-э, работал. Я расторг с ними договор. Воруют. Вот, а тебе я поэтому и предлагаю стать директором. Ну, открыть свою фирму. Мне сейчас очень нужен человек, которому я мог бы доверять как самому себе. А тебе я верю даже больше. Но я… Я в этом не разбираюсь. Это ничего. На первых порах я тебе помогу. Объясню, расскажу, найду людей в помощь. Ты умница, ты справишься. И потом, для тебя это отличная возможность стать самостоятельной и ни от кого не зависеть. Ну, давай попробуем. Ну, давай попробуем. Это я. Я нашел человека, так что со следующей недели можем возобновлять поставки. Нет, я уверен, он никуда лезть не будет. Я же сказал, что я все контролирую. Лена! Заходите в дом. Еще чуть-чуть и все будет готово. М-м-м! Как вкусно пахнет! Ну, еще бы! Ни одна женщина не может приготовить мясо лучше, чем мужчина. Ну и вообще, кулинария — это чисто мужское занятие. Ох, вот тут я с вами соглашусь. Какие у вас чудесные дочки. Это племянница. Мы дружим. Сестра пользуетесь моей холостецкой свободой и частенько девчонку у меня оставляют. Просто удивительно, что вы свободны с вашими-то талантами. Но вы же тоже не замужем. Ну, и я. Это совсем другое дело. Ну, конечно. Сильная женщина с благородным призванием защищать людей от преступников. Вы что, смеетесь, да? Ну, почему же? Я вполне серьезно. Защищать, говорите? Конечно, защищать. Если начальство позволит. А пока приходится закрывать дела, вечно прогибаться, только чтобы с работы не вылететь. Нет, ну ладно, если это мелкие кражи, драки. А если это убийства? Что тогда? Ну, если мучает совесть, идите до конца. Кажется, мясо готово. Спасибо вам. Ну, пока не за что. Вы же даже не попробовали. Я приняла решение. Очень важное решение. Вам письмо. Спасибо. Олег, а ты не забыл, что мы с тобой собрались? То есть, в ЗАГС сходить? Куда? Ну, в ЗАГС заявление подать. Какое заявление? А может быть, ты уже придумал своего сына признавать? Да, да, конечно, да. Конечно, сходим. Олег Павлович, если вы читаете это письмо, значит, меня, скорее всего, нет в живых. Мои опасения подтвердились. Кто-то здорово нагрел руки на поставках в детский центр. В фонде происходит хищение, и я хочу найти доказательства. Но за мной следят. Мне дали понять, не лезь не в свое дело. Ваш Алексей Бобров. Сейчас. Сейчас. Жанна! Да? А где журнал, в котором наша сфера интервью? Я точно помню, я не выбрасывал. Я не помню. Вспомни, пожалуйста. Он мне очень нужен. Там… Это не я. Это Сереженька играл. Просто так вот… Угу. Сереженька. Что-то случилось? Случилось. Ой. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Олег Колосов. Мне нужен Андрей Митин. Ну, вы же на что-то опирались, когда писали вашу статью о воровстве в фонде. Значит, были какие-то документы? Мне не интересно, где вы их взяли. Мне просто хотелось бы на них посмотреть. Они же наверняка сохранились. Господь Свами, Олег Павлович, какие документы? Слухи. Я воспользовался скандальными слухами и думаю, что их распускали ваши соперники. Тогда, во время землетрясения в Хакасии, вы мне хотели что-то сказать. Конечно. Что? Я хотел выложить вам эти слухи. Думал, что вы полезете в драку. Я даже рассчитывал на это. Тогда бы материал стал более острым. Понимаете ли, факты… Они становятся более вкусными, когда жареные. С душком. У меня друг погиб. Честный, порядочный человек и талантливый врач. Мне жаль. Перед смертью он успел сообщить мне о хищениях. Я хотел бы с этим разобраться. Понятно. Извините, что оторвал вас от работы. Олег Павлович… Олег Павлович… Три года назад меня тоже чуть не убили. Как вашего друга. Помогла счастливая случайность. Только вот вам может так не повезти. Хотите жить? Держитесь подальше. Олег Павлович… Да. Обязательно сверкнулся. Три года назад нам ездят на поле. Используйся в поле на поле. А если вы там не знаете… Спасибо. Держись! и доложи мне об исполнении. Ты чего тянешь-то? Больше всех надо. Смотри, доиграешься. Тимур, помолчи, а? Без тебя тошно. Ты куда его потащила? Слава Богу, перед тобой я не отчитываюсь. Олег, ты вообще, вот ты даже не представляешь, как я счастлива. Наконец-то у Сережечки есть папа. А давай мы этот празднуем, Олег, а? Давай в ресторан вечером сходим. Нет, давай я лучше дома тебе что-нибудь приготовлю вкусненькое. Жан, мне не до празднования. А прошлая ночь, извини, это была моя слабость. Поехали домой, у меня еще много дел. Садись. Ну ладно. Сереженька, иди к маме. Садись, садись, садись сюда. Оп! Иди сюда, мой маленький. Ну вот, здесь и будет офис нашей, то есть твоей компании «Транслогистика». Твой кабинет. Ух ты. Транслогистика. У меня нет слов. Слушай, как ты все успеваешь? Фирму открыл, договоры на перевозку оформил, вот теперь офис. Ну, я просто слишком давно этим занимаюсь. Спасибо тебе. Я очень надеюсь, что мы скоро начнем работать. Кстати, я уже дала объявление о наборе персонала. Кстати, могу порекомендовать тебе пару проверенных людей. Например, считай, товаровед у тебя уже есть. Потерп фирма71-кологи. Аeterстики! Тwalitness! Алло, фонд, люди? Анют, добрый вечер. Это Колосов беспокоит. Здравствуйте, Олег Павлович. Скажи, пожалуйста, название «Кросс-экспресс» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Это логистическая фирма, она находится в Новороссийске. Мы с ними работаем. А сам? Да нет, ничего. Просто уточняю. Спасибо. Пока. Опыт — это, конечно, веский довод, Николай Владимирович. Но дело в том, что у нас уже есть претендент на должность товароведа. А чего ж не понять? Кому сейчас нужны пенсионеры? Да ну нет, прекратите. Здесь дело не в возрасте. Ну… А я бы и не просил, но… Да внучка у меня сиротой осталась. Надо ж как-то поднимать. Не на пенсию же. Николай Владимирович, подождите. У вас разумие с собой? Слышала, что Катькин муж творит? Нет, а что случилось? Его ж сократили. Так он запил и на диван лег. Катька одна, теперь за всех пашет. А я думаю, чего это его не видно давно? А тут вот он, он что, запил. Катьку… Катьку жалко. Ну… День добрый. Капитан полиции Елена Прохорова. Я расследую обстоятельства гибели вашего соседа Эдуарда Караваева. Вы не могли бы рассказать, что вы о нем знаете? Ну, о покойниках плохо не говорят. Угу. Ну, а это слово доброго не стоило. Да. Угу. А не слышали, чем он занимался? Разве сейчас поймешь. Вон, у Ивана спросите. Может, он чего знает? Иван, тут полиция пришла. Про соседа покойника интересуется. Ну, про Эдика. Ну, вы же с ним, вроде бы, общались. Да какой там общались? Ругались. Все время кричал, что я место его на парковке занимаю. Здравствуйте. Вы случайно не знаете, где он работал? Видел его на западной промзоне. На складах. Мы туда за товаром ездим. Ну, вот Эдик там крутился все время. Угу. Понятно. Спасибо. Олежик, а ты куда? Я там ужин приготовила. Думала, мы посидим по-семейному, отметим. Я уезжаю. В смысле, а куда ты уезжаешь? По делам. И, кстати, аккуратней с тратами. Я в ближайшее время не буду проводить консультации. Так что, пока я безработный. Серёжка. Ты что, бросаешь нас? Ты к ней едешь, да? Ты к своей вере? Пока. Олег, а как же мы? Я думала, мы семья. Жанна, у нас нет и никогда не было семьи. А сына я бросать не собираюсь. Вот. Олег, Олег, я прошу тебя, пожалуйста, не бросай меня. Олег! Олег! Я так и знал, что ты ищешь в офисе. Пытаюсь разобраться в документах. Не волнуйся. Я нашёл первоклассного юриста, придёт завтра. Познакомитесь, сядете с ним и с товаровидом. Они люди опытные, расскажут, объяснят. А сейчас давай-ка я тебя домой подброшу. Угу. Угу. Слушай, какая у тебя подпись красивая, а? А я всю жизнь писал корявую закорючку, хорошо не крестик. Ой, слушай, я забыла тебе сказать, не нужен товаровед. Я сегодня такого дядьку наняла, он всю жизнь проработал товароведом, представляешь? В смысле ты наняла? Ну, и ты… Подожди. Я договорился с человеком. Он придёт завтра. И что? Я не смогла отказать. Понимаешь, там такая ситуация… Подожди. Так, звони этому человеку и скажи, что место занято. Я не могу, я подписала с ним договор. Вера, что за самодеятельность? Ты сказал, что я директор. Значит, я принимаю решение, так или нет? Конечно. Если знаешь, так принимай. Я жду в машине. Внимание, совершил посадочный самолёт, следующий рейсом 1142 из Москвы. Пассажиров просим пройти в воздухе Чапагажа. Повторяй. – Здрасте. – Здрасте. – А Олег дома? – А Олега нет. Да какая разница? Пойдёмте чай пить. Ой, не-не-не. Пойдёмте-пойдёмте-пойдёмте-пойдёмте-пойдёмте-пойдёмте. Держи, мой хороший. На, на. Молочко. А ты, значит, родственница ему? Дальняя. У нас Серёженька квартиру затопило, и Олег пригласил нас к себе пожить. Ой. Ой. А что ты растений-то не поливаешь? Чего? Мандариновое дерево. Верочка его так любила. Вернее, любит. Тётя Валь, у меня к вам просьба. Мне нужно тяжело больную родственницу навестить, а там с ночёвкой надо обязательно. А мне, Серёж, не с кем оставить. Вы не могли бы с ним посидеть. Я просто не знаю, когда Олег приедет. Ваш кофе. Угу. Спасибо. Людмила Анатольевна, а почему у нас в договоре другое название? Тут какое-то ООО «Кросс-экспресс» написано. Ну, мы перехватили контракты этой фирмы, Вера Николаевна. Добрый день, милые дамы. Привет. Я попозже зайду. Люблю умных женщин. Ну, ты же успела ценить, какая Людмила Анатольевна шикарный юрист. Я в процессе. Клиент с номером 117. Пройдите кокошку 5. Внимание! Клиент с номером 117. Пройдите кокошку номер 5. Ой, а фирма-то ваша ликвидировалась? Как ликвидировалась? Когда? Вы не ошибаетесь? Нет, всё верно. Вот фирма «Кросс-экспресс» ликвидировалась неделю назад. Извините, а по какому адресу фирма была зарегистрирована? А, ну, в западной промзоне, там, где склады. Я не знаю. Давайте я вам адрес запишу. Если можно, спасибо. Так, западный проезд, дом. Наденька, извините, а можно у вас телефончик попросить? Ну, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. До свидания. Ольга Ивановна, а можно я на минутку? Да, конечно. Спасибо. Станислав Михайлович, тут вашей фирмой интересуются. Подождите, а как вы в четверг грузились, если фирма неделю назад ликвидировалась? Ничего не ликвидировалось. Как работают, так и работают. Склады не освобождались. Да откуда ж пять фурн? Мы на Южанах же две грузили. Ну, помнишь, Петрович, в аккурат перед вас кином днем рождения? Точно. В четверг это было. А, там еле на две фуры наскребли. На две? А за погрузкой кто следил? Так этот, как его? Важен такой из Москвы. Вячеслав Михайлович. Не Вячеслав, Станислав. Станислав Михайлович? Ну, интеллигентный такой, лет подсорок. Точно он. Обычно эзик следит на Элени вдвоем с этим Станиславом. А тут он один был. Алло, Стас. Да, они обманули тебя. Шляется тут один. Вопросы задает. Что тут? Мужики, просьба, не сочтите за труд. Если что-нибудь всплывет, наберите. Ну, если что всплывет… Мы вам обязательно сообщим. Спасибо. А склады где, вы говорите? А вам по ступенькам пройдите туда. Там третий склад будет. Угу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло, Надя. Добрый день еще раз. Это… А, узнали? Скажите, не могли бы вы посмотреть, на кого зарегистрирована фирма «Транслогистик»? А, уже закончили. А когда? Да. Ну, что делать? Подожду до завтра. Спасибо. Я слушаю. Вера, здравствуй. Я в Новороссийске, и мне очень нужно с тобой поговорить. Говори. Нет, не по телефону. Нам нужно срочно встретиться. Пожалуйста. Я занята. Вера, пожалуйста. Это правда очень важно. Хорошо. Давай в кафе на набережной через час. Подпиши. Оставьте. Мне надо проверить. У вас здесь написано… Проверяю здесь я. Подписывай. Простите, но я так не могу. Моя обязанность — поверить и… Проверять ты будешь уроки у своей внучки. или я сделаю так, что уроки проверять тебе будет не у кого. Понял? Понял. Все. Понял. Все. Понял. Опять Олег куда-то умотал. Но это не главное. Главное, что он Сережку усыновил. Он, кстати, его так полюбил. Я вообще сама в шоке. Да. Так что, если со мной что-нибудь случится, Серега пристроен. Отец Олег идеальный. Ну что еще? Господи, как мне достало! Это всю жизнь мимо проходит. Понимаешь? Пойдем в клуб, а? Пожалуйста. Звони этому ухажеру своего. Пусть друга берет. Пусть двух берет. А, слушай, а Сереж, ты с кем оставишь? А я уже закинула удочку бабке-соседке, а она посидит. Антон сказал, что он сегодня очень занят, а завтра после работы он за мной заедет. Так вот. Мы завтра и пойдем. Ты, я и твой Антон. Посмотрим. День добрый. Следователь МВД Елена Прохорова. Говорят, у вас тут мелькал некий Эдик Караваев. Знаете такого? Надо же. Эдик сегодня чертовски популярен. Значит, им еще кто-то интересовался? Ну, кто знает. Может быть, да. А может быть, нет. Слушайте, а может, вам со мной в полицию проехать? На официальный допрос. Ну, зачем сразу? Так грубо. Говорит, и сегодня был? Андрю, да ты вчера напился так, чтоб всем девушкам предлагал жениться. Не может быть. Ты точно? Точно. Абсолютно. Я видел. Здравствуйте. О, нашел Эдик. О, цени это. Абсолютно. Смотри, кто пришел. Опа. – Алло, Стас. – Слушай. Тут мадам твоя нарисовалась. Похоже, стрелка у них забита с этим типом. Продолжайте следить. Продолжайте следить. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше... И в последний раз ... Смотри. Расследование. Продолжение следует...